здравствуйте уважаемые друзья сегодня хотел сделать маленькое видео связанные с распаковкой моей доставки доставка это меч для тех кто следит за моими всякими разными фактами биографии тому известно что я занимаюсь киндо и соответственно я заказал себе на сайте вот of shikin катану для того чтобы практиковать яйду и собственно сейчас я хотел распаковать и посмотреть как это будет выглядеть с точки зрения упаковки с точки зрения как это будет выглядеть внешне я веду сам яйду то бишь катана то бишь меч этот и соответственно возможно это будет тоже интересно итак начинаем надо найти место где мы будем это линия здесь сейчас мы и собственно это у нас будет похоже на раковину в котором находится земчужина и соответственно что у нас здесь получается у нас получается здесь находится наш меч кован вот в такую замечательную ткань теперь корее распакуем это дело что тоже тут у нас лежит смотрите юна давай вот так вот так вот прекрасным прекрасный 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 прекрасный-прекрасный меч. Таких вот замечательных ножнах. Такая цуба. Прикольная. Так. Теперь смотрим что здесь внутри. Внутри лезвие покрыто пленкой. Давайте сейчас я сниму все это дело. Так. Видите, в масле. Так, сейчас я сниму пленку с рукояти. И мы посмотрим все это великолепие в полном, так сказать, виде для того, чтобы пользоваться. Так, у меня поддел пленочку здесь, для того, что вот это можно сейчас снять. Продолжение следует. Так, сейчас я протру лезвие от масла. Оп, все. И теперь смотрим на все это великолепие в готовом для использования виде. Я буду использовать этот меч для того, чтобы рисковать яйдо. Я уже довольно-таки долго занимаюсь киндо. И недавно я начал заниматься еще яйдо. Соответственно, яйдо, в отличие от киндо, где ты практикуешься с деревянным мечом, бокен или шина, в зависимости от того, о чем речь идет. Если мы говорим про спарринги, да, про, скажем, сражения, то используется шинай. А если мы говорим про демонстрационные ката, то для этого используется бокен, это деревянный меч. А если мы говорим про яйдо, то там используется настоящий меч. И, собственно, поэтому я и купил этот прекрасный клинок. Он сделан из стали с маркировкой L6. Я просто прочитал кучу отзывов, что, типа, он очень хороший. Или не он, а именно стали это. Сам меч стоил порядка 360 долларов, мне кажется. Что, в принципе, недорого. Заказал я его в Китае. От момента заказа до момента получения у меня прошло в общей сложности где-то порядка 7 недель. Так что вот. Может мне понравилось с замечательным приобретением. И пожелать мне успехов в отработке техники. Такое вот острие. Давайте я вам покажу еще рукоятку поближе. И заднюю часть. Очень хорошо держится. Если мы говорим про баланс. Вот как-то. Где-то вот здесь у него баланс. Вот в этой точке. Сейчас он даже не получается здесь показать. Сейчас. Где-то. Где-то вот. Видите. Очень легкие. Где-то порядка килограмма. Все, друзья мои. Я всем откладываюсь. Всем отличного времени суток. Счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok